В Белгороде снова взрывы и работа ПВО, о пострадавших не сообщается. Комиссия МАГАТЭ отправилась из Киева в сторону Запорожской АЭС, возле нее сбит беспилотник. Депутат Шеремет предложил назвать спецоперацию контртеррористической. Пентагон загрузил Boeing и Raytheon оборонными заказами суммарно на 6 миллиардов долларов, еще 260 миллионов потратят на кибербезопасность. Австралийская Минобороны заказала у Локхит Мартин противолодочных вертолетов на полмиллиарда. Работников Уралвагонзавода переводят на сверхурочный режим работы, переработку обещают оплатить в двойном размере. На Дальнем Востоке начались учения «Восток-2022» с участием 50 тысяч солдат. Тайваньские военные впервые открыли огонь по китайскому беспилотнику, правда, пока предупредительный, пишет Bloomberg. Они также пообещали ударить по войскам КНР, если те не покинут спорные воды. Съезд Компартии Китая, на котором будет избрано новое или старое руководство, назначен на 16 октября. Bloomberg пишет о продолжающемся строительном кризисе в Китае. Прибыль крупнейшего застройщика Country Garden упала на 96%. МВФ считает, отрасль нуждается в поддержке. А по данным Financial Times, китайские банки вводят штрафы за досрочное погашение ипотеки. Число желающих пораньше избавиться от кредита выросло в этом году на 20%. Аргумент банкиров – они теряют процентный доход. Российские банки в июле выдали на треть больше ипотечных кредитов, чем месяцем ранее. Средний срок ипотеки – 23 года. Евросоюз достал Медведева, цитата, своим русофобским кудахтаньем насчет визовой политики. «Пусть уж введут полный запрет и перестанут отвлекать граждан России от спецоперации», написал зампред Совбеза. ЕС обсуждает отмену соглашения с Россией, которая позволяла получать многолетние визы. Газпром снова остановил на три дня «Северный поток» и решил все же выплатить дивиденды акционерам. Цены на газ в Европе опять приблизились к 3000 долларам за 1000 кубов, акции «Газпрома» взлетели на треть. Сокращаются поставки топлива во Францию и Италию. Инфляция в Германии уже 8,8%, безработица 5,5%. По всей еврозоне инфляция перешагнула 9%. Росстат прогнозирует к концу года почти 18%. Нефтегазовые доходы России за первое полугодие выросли в 1,7 раза, заявили в счетной палате. Вместе с тем, производство калийных удобрений в стране с начала года упало на четверть, следует из данных Росстата. Причина проблемы с логистикой у «Уралкалия». Впрочем, с другими видами удобрений таких проблем нет. Угольная промышленность столкнулась с нехваткой транспорта. Как выяснил коммерсант, остановлено 7,5 тысяч вагонов. Причина – нет подшипников. Население переходит в режим экономии. Как пишет коммерсант, половина граждан готовится к росту расходов на продукты. Треть планирует сокращать траты на одежду, бытовую технику и электронику. Вместе с тем, каждый пятый опрошенный альфа-страхованием с февраля потерял почти все накопленное. 8% полностью лишились запасов. В целом, спецоперации и санкции ударили по кошелькам 80% граждан. Банки отказали в кредитных каникулах половине обратившихся, пишет ТАСС. Экономить стали и на образовании. Как пишет тот же ТАСС, эта статья расходов сократилась почти в половину, отчасти из-за недоступности зарубежных вузов и образовательных платформ. Минпросвещение тем временем запретило мобильные телефоны на уроках и анонсировало курсы финансовой грамотности и предпринимательства для школьников. На 92-м году умер Горбачев. Шольц. Германия склоняется перед ним. Байден. Он сделал мир безопаснее и свободнее. Столтенберг. Его реформы положили конец СССР и холодной войне. Путин направил глубокие соболезнования семье. Бывшему журналисту-коммерсанту Сафронову, обвиненному в госизмене, запросили 24 года колонии. Песков перед молодежью восхитился обращением Сталина к советскому народу в первые дни войны. Над нашей родиной нависла серьезная опасность. Победа будет за нами. Субтитры создавал DimaTorzok